Здравствуйте, дорогие телезрители! У нас открытый эфир 377310. Звоните, пожалуйста, будем разговаривать в прямом эфире. Сегодня мы начинаем цикл передач, связанных с той ситуацией, в которой находится наша страна, наш город, наши сограждане. Страна находится в ситуации необъявленной войны, у этой войны есть очевидные экономические причины, очевидные геополитические причины и очевидные военные обстоятельства. Именно поэтому я сегодня пригласил к нам в студию доцента, кандидата военных наук, преподавателя Академии госслужащих при президенте Украины Александра Анатольевича Остапенко. Здравствуйте, Анатольевич. Здравствуйте. Хотелось бы все-таки понять, насколько открытие и исследование запасов сланца в районе города Славянска, в Крыму, не в Крыму, на Донбассе, привело к тому, что разыгралась такая военная трагедия широкомасштабная. Насколько эти экономические причины повлияли на общую ситуацию в стране? Вы знаете, с точки зрения вообще национальной безопасности Украины и оценки вообще геополитической ситуации, в которой находится Украина и ее геополитические парадигмы, то можно сказать, что современная геополитика условно разделяется на две основные составляющие. Это геостратегия, то, что касается каких-то внешнеполитических прогнозов развития государства на международной арене, и геоэкономика, и та, и другая часть геополитики имеют свое выражение вот в этом конфликте, в котором оказалась Украина, особенно в конфликте в восточных регионах Украины. Если говорить о геостратегии как таковой, то совершенно очевидно, что Украина, находясь в буфере, в такой санитарной зоне между цивилизованным Западом и Диким Востоком, извините, по терминологии Збигнева-Бзержинского, есть очень чувственной точкой. Почему? Потому что Российской Федерации есть травма сознания российского гражданина и российского руководства, которое свидетельствует о том, что без государства Украины, без Белоруссии совершенно невозможно восстановление вот той имперской России, о которой так мечтает Владимир Владимирович Путин, ее президент, империи классической с императором. И развитие русского мира. И развитие русского мира. К слову говоря, о русском мире. Ведь сердце русского мира находится не в Москве. Совершенно очевидно, оно не находится в Москве, оно находится в Киеве. И это вторая причина, которая заставляет российское руководство вклиниваться, внедряться в конфликт Украины, развивать его и не позволять Украине отойти именно вот этой геополитической парадигмы русского мира. Совершенно очевидно, что если Путину удастся удержать Украину в сфере своего влияния, Россия станет империей, такой, как ее видит Путин. И если этого не удастся, Россия никуда не денется, будет вынуждена становиться таким же демократическим государством, как и вся, по сути дела, западная. Александр Анатольевич, я бы хотел, чтобы наш телезритель понял, насколько открытие глубины залежей и мощности пласта сланцев повлияло на перспективу, скажем, такую, что российский газ и российская нефть перестанут быть предметом первой необходимости во всей Европе на 40 лет вперед. Да, а вот теперь как раз вторая часть. Это то, что касается геоэкономики. Российская экономика крайне неэффективна. Если говорить о проценте вторичной переработки в экспорте Российской Федерации, то это всего 13%. Все остальное это просто нефть и газ, который Российская Федерация, как сырьевой придаток Европы и многих других индустриальных и постиндустриальных государств, просто поставляет на эти рынки. И от этого зависит благополучие Российской Федерации как империи и во многом социальное благополучие российских граждан. Это все российское руководство очень четко понимает. Открытие и разработка сланцевых газов на Украине, в Польше, по сути дела, позволяет снять напряжение, снять многие государства, в том числе и Украину, с вот этой газовой иглы. И существенно меняет всю внутреннюю ситуацию российскую. Абсолютно меняет внутреннюю ситуацию российскую, потому что Россия теряет, по сути дела, основные источники своего экономического могущества, военного могущества и влияния в мире. Именно поэтому основные запасы сланцевых газов, они находятся на территории Донбасса современного. Есть часть источников этого газа в Западной Украине, но основные именно в Донбассе. И вообще сама возможность, когда Украина может стать активным участником энергетического рынка и не зависеть так от энергопоставок с Российской Федерацией, это вот очень болевая точка. И эта болевая точка заставляет воевать. И в том числе и из-за этого. Вы знаете, у многих аналитиков возникло такое впечатление, что именно осенью или зимой с 2013 года на 2014 возникла ситуация, когда или будет решена энергетическая проблема по независимости экономической Украины, и тогда Россия перестает существовать как геополитический монстр. Или же наоборот, Украина станет по-прежнему в какой-то мере частью большой Российской империи, частью таможенного союза, русского мира и так далее. Насколько вы разделяете именно такое жесткое дихотомическое разделение? Абсолютно очевидно, что именно 2013 год стал вот таким рубиконом, когда сами обстоятельства заставили украинское государство, а скорее всего даже украинское общество как таковое, выбрать. То есть мы очень долго в Украине пытались реализовывать провальную, как мне кажется, политику многовекторности, которая, по словам Леонида Даниловича Кучмаева, позволяла одинаково сильно взаимодействовать и с Востоком, и с Западом, потому что мы должны быть каким-то вот таким, такой территорией даже, которая выгодна именно... С признаками государства. Да, с признаками государства, которые выгодно быть и там, и там. Такой вот политикой мы заработали РНМ неудавшегося и ненадежного партнера ни на Востоке, ни на Западе. И, ну, известно с физических принципов, что движение во все стороны одновременно и есть стояние на месте. И именно поэтому, как мне кажется, это одна из многих причин, почему украинское государство так неэффективно развивалось. Несмотря на то, что фактически с 93-го года мы все время декларировали, что европейская интеграция есть стратегический вектором нашей страны, мы ничего для этого не делали эффективно, продуктивно, для того, чтобы действительно стать европейским государством не просто по территориальному признаку, а по самому устройству государства, по самому устройству общества. Но мы были заняты внутренней борьбой. Да, мы были заняты внутренней борьбой. Борьбой элит там и так далее. Насколько, кстати, элиты пострадали от сланцевого открытия? Наши элиты, ну, понимаете, вот если говорить о финансово-экономических элитах наших, украинских, да, то я их таковыми вообще не считаю. Я прошу прощения, я напоминаю телезрителям, что вы можете звонить по телефону 737-7310 и участвовать в этом разговоре, если вас эта тема интересует. Спасибо. Я вообще не считаю, что у нас сложились классические, ну, скажем, там, европейские или американские финансово-экономические элиты, которые определенным образом достигают своих экономических интересов благодаря установленным государством правилам. По сути дела, после 1991 года, как мне кажется, сложился совершенно неприродный компромисс, когда национально-патриотическим элитам украинского государства достался флаг, гермний, гимн, а красные директоры, которые в то время управляли всеми государственными предприятиями, приватизировали экономику. Как известно, основой любой политики есть экономика и геополитики в том числе, к слову говоря. Именно поэтому, приватизировав всю экономику нашей страны и грабя ее, это безусловно... Я прошу прощения, у нас сейчас звонок был, нет? Нет, да, извините. Пожалуйста. И нещадно просто грабя свою страну и свой народ, сложились просто кланы, грабительские кланы, и они в классике не относятся к финансово-экономическим элитам, которые нацелены на свое обогащение, на развитие страны, в которой мы живем. То есть вы хотите сказать, что любые геополитические изменения, которые сейчас происходят, они очень мало зависят от того, что будет делать наш олигархат? На них влияют, безусловно, и международная экономическая обстановка, и международные экономические элиты, и военно-политические блоки, и военно-политическая ситуация вокруг нашей страны. Но совершенно очевидно, что с разработкой сланцевого газа, наверное, клану Фиртоша-Левочкина будет нанесен определенный ущерб, который постоянно в течение всех 23 лет независимости Украины на этом наживались и получали там сверхприбыль. Ну, обычных рядовых людей, наши телезрители гораздо больше интересуют, как все эти их конфликты и имущественные споры могут отразиться на судьбе рядового обычного человека. На нашем кошельке. А с точки зрения вообще социально-экономической ситуации в Украине, безусловно, спрыгивание Украины как государства с вот этой вот иглы газовой, с газовой и нефтяной зависимости, позволило бы удешевить газ. Именно поэтому нас они пускают спрыгнуть, да? Да, именно поэтому Россия все делает для того, чтобы мы на этой игле остались. Именно поэтому были и педалируются различные проекты в обходы Украины по части сложения Европы нефтью и газом. Именно поэтому постоянно определенные кланы, это тоже геополитическая категория, потому что абсолютно точно в Украине как западный мир, так и Российская Федерация скупает целые, ну, скупают политиков, влияют на внутреннюю политическую ситуацию. Именно поэтому раскачивается внутриполитическая ситуация у нас в Украине. Это все интересы, ну, совершенно очевидные интересы Российской Федерации. Александр Анатольевич, скорее всего, у нас есть два варианта выхода из ситуации, оба обсуждаются. Один — это тот, к которому мы стремимся, другой — это тот, который мы имеем на самом деле. То есть меня интересовало бы, я думаю, что и наших телезрителей заинтересовало бы, какова судьба нашего проекта украинского о вступлении в НАТО. С одной стороны, гарантирует ли нам эта линия поведения относительно безопасность от существующего врага, откровенного оккупанта. Это с одной стороны. А с другой стороны, то, что происходило в Иловайске, скорее всего, может произойти в Дебальцево. Как эта реальность отражается на наших планах вступления в европейское и международное сотрудничество военное? Я понял ваш вопрос, постараюсь ответить на него коротко. Любой военно-политический союз, любой военно-политический союз, не только НАТО, имеет определенные риски для государства, потому что, например, лишает ту или иную страну некого политического маневра. Потому что мы в союзе и надо как-то согласовывать международную политику. Второе, любой военно-политический союз поневоле может страну третью втянуть в какой-то международный конфликт, там, где у нее нет национальных интересов. Но пока что у нас же страшнейший конфликт на своей территории. Но любой военно-политический союз дает неоспоримое преимущество, это обеспечивает правду обороноспособность, настоящую, не такую, как мы имели в обневлоковом статусе, и удешевляет эту обороноспособность. Ну вот смотрите, по уставу НАТО, любая страна, которая подверглась нападению, она защищена. А нам же уже предупредили, что НАТО при нападении на нас таких гарантий нам не дает. Потому что мы не член. Все очень просто. Есть статья 5-я устава Североатлантического альянса, которая говорит, что нападение на одну страну расценивается как нападение на весь Союз. И тогда все 28 стран включаются в отражение этого нападения. То есть получается, что Люксембург защищен, а мы нет. Правильно. Абсолютно точно. И безусловно, в 2008 году, если вы помните, был такой бухарестский саммит совсем недалеко. Очень хорошо помню. От Одессы. И тогда Украина подавала заявку на присоединение к плану действий о вступлении в НАТО. И благодаря, в том числе, и лобби Российской Федерации. Потому что в стратегии национальной безопасности Российской Федерации прямо написано, что приближение границ НАТО к границам Российской Федерации есть угроза национальной безопасности. И через определенное лобби европейское, такие страны, как Германия, Италия, Франция, фактически было сорвано решение присоединения Украины к плану по подготовке вступления в НАТО. Ну, в России есть хорошие экономические рычаги воздействия на тех, кто должен решать. И эти рычаги сейчас заработали в полную силу. Да. Безусловно. И вот примечательно, что именно на Бухарестском саммите Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, тогда заявил, ну вы же понимаете, Украина это часть Западной Европы дословно, ну приблизительно я цитирую, да, а все остальное это наши территории, которые мы им подарили. И вот тогда уже надо было задумываться о геополитических планах этой личности. Но сейчас есть условия. Да, я прошу прощения, давайте примем звонок, не возражаете. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за очень интересный эфир. У меня такой вопрос. Как бы вы сформулировали дальнейшие перспективы нашей страны в общем, по вашему мнению, чего нам ожидать и к чему это приведет? Спасибо. Да, пожалуйста. Это к вам вопрос, короче. Да, наверное, это вопрос ко мне. Совершенно очевидно для меня лично, что наша перспектива в быстрых и эффективных реформах. Экономических, политических, демократических, потому что, по сути дела, наше общество сегодня не есть демократическое, мы находимся в каком-то переходном состоянии. У нас еще и политических партий нет. У нас есть какие-то клубы по интересам, которые не являются политическими организациями. Только эффективные и быстрые реформы обеспечат будущее. Иначе мы стоим на грани, по сути, потери суверенитета нашей страны. Как вы полагаете, опытный человек, военный специалист, можем ли мы в условиях разрастающегося военного конфликта заниматься реформами и реорганизацией всей инфраструктуры экономики? Мы обязаны это делать. Просто обязаны это делать, иначе другого исхода, как утраты суверенитета, просто нет. Мы обязаны это делать. Мы обязаны заниматься борьбой с коррупцией. Мы обязаны заниматься эффективными реформами, которые правда построят в Украине рыночную экономику. И обязаны это делать. Если продолжить условия, почему мы сегодня вообще не имеем шансов стать членом Североатлантического альянса, то в том же уставе написано несколько основополагающих вещей. Первое. Не может стать членом НАТО страна, которая имеет внутренний, либо внешний территориальный конфликт. А у нас есть и тот, и другой. Плюс имеющий на своей территории военную базу. Плюс имеющий, я хотел сказать вторым пунктом, плюс имеющий на своей территории военнослужащих и военные базы других государств. У нас они есть. У нас, по сути дела, есть аннексия Крыма, есть Черноморский флот, и не только Черноморский, теперь уже. Я прошу прощения. У нас еще звонок, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, очень приятно видеть Юрия Катлеренского в качестве ведущего, он так все в качестве гостя. Спасибо, мне приятно вас слышать. Да, это первое. Значит, вопрос у меня такой. Как вы считаете, почему Европейский Союз не признает ДНР и ЛНР стилистическими организациями? И вот такая у меня еще реплика. Мне очень нравится высказывание Черчилля, что у страны не должно быть ни друзей, ни врагов, а только свои интересы. Вот, поэтому в качестве сильной страны в Европе, я думаю, это нам намного выгоднее. Спасибо. Не давить ему меня от кого. Спасибо, понятно. Черчилль имел в виду в первую очередь свою страну. Он говорил об Англии, а не вообще о стране. Если бы ему предложили говорить это об Украине, я думаю, он бы прибег куда более скромным формулировкам. Да, это знаменитые слова. Британия не имеет ни вечных друзей, ни вечных врагов, а только вечный интерес. Да, и это правильно, и это прагматично. И, к слову говоря, само высказывание, которое уважаемая телезрительница нам привела, оно их характеризует позицию Европейского Союза. Они чрезвычайно прагматичны. Чрезвычайно прагматичны. И я хотел бы, чтобы наше украинское государство и наше украинское общество научилось именно такой прагматичности. Ну, вы знаете, мне кажется, что прагматизм Норвегии и прагматизм Италии — это очень разные прагматизмы. На этой разнице я бы хотел, чтобы наши дипломаты и наше государство в целом умело как-то выстраивать свою политику так, чтобы не воспринимался Запад как единое целое. Это разные прагматизмы, и их десятки, и их 20 с лишним. То есть 28 с лишним. Значит, 28 разных прагматизмов есть из чего выбирать. Я бы хотел, чтобы мы немножко активизировались на этой линии, особенно учитывая то, что у нас все задачи сиюминутные. Мы должны одновременно делать вещи взаимоисключающие. Одной рукой отстраивать экономику, с другой стороны продолжать военные действия, которые приводят к деструкции экономики. У нас очень сложности большие в финансовом плане. У нас большие сложности в плане дисциплины внутренней военной, в отношениях между командным составом и рядовыми, или там командирами, которые в поле находятся. Все эти противоречия мы унаследовали от Советского Союза. Но теперь преодолевать... Мало того, мы их еще и развивали. Да, так вот теперь, ну естественно, пока был Янукович во всех своих ипостасях, мы все это еще усилили. Армия разворовывалась. Коррупционеры были на всех командных постах. Теперь нужно быстро решать кадровую, квалификационную проблему, командные проблемы. Опять-таки экономика, финансы, промышленность, строительство, реконструкция, реорганизация инфраструктуры управления государством. Все эти задачи одновременно. Откуда у нас столько управляющих, которые знают, как это делать? Вы знаете, вот я абсолютно убежден, что совершенно не надо изобретать велосипед. Можно позвать таких экспертов, как Юрий Леонидович Каталиневский. Спасибо большое. Да, и других западных специалистов в экономике, и в промышленности, и во многих других отраслях. И это надо делать. Надо приглашать людей, которые помогут быстро осуществить реформы. Я абсолютно с вами согласен. Если вернуться к вашему вопросу о военной теме, вы знаете, мы все 23 года системно уничтожали военную сферу нашего государства. Просто системно уничтожали. Я как полковник, 30 лет отслуживший в армии, это очень четко чувствовал. Вот вы знаете, у меня по поводу этого тезиса есть существенный аргумент против. Ведь российская армия тоже, вообще говоря, не занималась долгое время серьезными вещами и тоже разворовывалась. Если вспомнить, что директор мебельного магазина господин Сердюков был министром обороны, а его близкие девушки в пятером занимали все сладкие места, где можно было поворовать, и воровали очень искусно, ставя совершенно нелепую позицию всех боевых генералов, всех заслуженных деятелей армии. Если у нас за время правления Януковича, я говорю, целиком все, когда он премьером был, и когда он при Ющенко был, и когда он был сам по себе, если за это время успели многие капитаны из Торлея стать полковниками и генералами, не участвуя ни в каких квалификационных действиях, не обучаясь, фактически просто участвуя в коррупционных схемах. Если в этом смысле наша армия по судьбе очень сильно напоминает судьбу российской армии, теперешней, почему у нас такое неравенство на линии фронта? Только или из-за количественного превосходства и военного чисто технического? Военно-техническое превосходство очень сильное. Мало того, Российская Федерация после Сердякова уже прошла какое-то время. Очень небольшое. После Второй Чеченской войны сделаны были серьезнейшие выводы. Серьезнейшие выводы. Я в 2011 году был в родной академии в Санкт-Петербурге и понял, что такие эти выводы сделаны. Александр Анатольевич, смотрите, министр Шойгу ни одного дня не служил в армии. Он пожарник по специальности. Президент России ни одного дня не служил в армии. Он прямо после юрфака поступил в высшую школу КГБ. Армию управляет генеральный штаб. Я понимаю, но на самом деле теперешние военные действия, они должны опираться на квалифицированных военных. Квалифицированных военных в высших органах управления армии сегодня, видимо, нет, если мы охранников назначаем министрами обороны. Они есть, к сожалению, но по поводу охранника министра обороны, думаю, это совершенно справедливый упрек. Нет, он отважный человек, он знаком с рукопашным боем. Мне кажется, это совершенно не та политическая фигура, которая могла бы отладить разрушенные практически механизмы государственной обороны. Собственно, у этой тематики есть некий общий знаменатель. Меня, как я думаю, большинство телезрителей чрезвычайно волнует, не будет ли Дебальцева повторением военной трагедии Иловайска? Насколько у нас вероятность попадания наших военных, наших мужественных, отчаянных ребят, попадания в котлы станет системой? Сделали ли какие-то выводы? Перестроена ли у нас структура управления штабами и стыковка между разными родами войск налажена? Есть ли у нас достойная связь? Когда она появится? Делается ли в этом плане что-то? Вы военный специалист, мне бы хотелось, чтобы вы, по крайней мере, мам наших успокоили. Будет ли у нас повторяться вот такие случаи неоправданных жертв? Вы знаете, если говорить честно, я не могу успокоить наших мам, потому что такие процессы не проходят быстро. И боевой опыт не приобретается быстро. К сожалению, он приобретается иногда через кровь и потери, большие потери. То есть мы повторяем судьбу Советского Союза 41-го года? В значительной мере? В значительной мере, думаю, да. Правда, армия не занималась боевой подготовкой. У нас нет хороших людей, которые имеют боевой опыт в достаточном количестве, и которые могли бы организовать войсковые операции или операции значительных группировок войск. Их не хватает. И, к сожалению, за этот опыт мы платим и будем платить. Я надеюсь, очень рассчитываю на то, что после Иловайска сделаны серьезнейшие выводы с точки зрения координации. Совершенно для меня, как для военного человека, очевидно, что на этих территориях надо вводить военное положение, потому что военное положение, безусловно, имеет единственный, но чрезвычайно ощутимый плюс. Оно дает жесткую координацию всех действий со стороны военных. Сегодня, по сути, Служба безопасности решает свои задачи, Министерство внутренних дел на территории АТО решает свои задачи, войсковики решают свои задачи, и они иногда там собираются и что-то друг другу говорят. Нет жесткой вертикали военного управления, которая бы позволила от начала и до конца планировать все операции и предвидеть исходы этих операций в любых военных ситуациях. К сожалению, это позор, когда совершенно ясно, что группировки войск Российской Федерации были на границах, осуществлялись просто плановые поставки тяжелой техники и вооружения, и нельзя было предусмотреть, что возможен ввод боевых частей Российской Федерации на территории Украины. Это должна была сделать войсковая разведка, а войсковая разведка, к сожалению, этого не сделала. Я знаю сейчас в Министерстве обороны о значительных кадровых перестановках, изменениях, и я надеюсь, что именно эти кадровые перестановки как-то изменят ситуацию с точки зрения военного планирования, оценки ситуации и планирования боевых действий. Надеюсь, эти выводы будут сделаны. Абсолютной гарантии не могу дать. Я правильно понимаю, что там, вообще говоря, основная проблема даже не в квалификации отдельно взятого генерала или полковника, а вообще говоря, в принципах командоформирования, в сыгранности, в оперативном взаимодействии между разными родами войск, между разными службами оборонными, оборонными силовыми, потому что я говорил с некоторыми руководителями МВД, у них своя система подготовки, своя система вооружения, они на самом деле хорошо распределили с их точки зрения функции между Министерством обороны и МВД, им комфортно в этой ситуации существовать. Но всю эту информацию я имею задолго до того, как появился феномен Иловайска. Когда нужно сказать, что Иловайск возник как котел не в силу того, что просчитались наши военачальники, а еще из-за того, что российская армия формально не вмешивалась. А тут она вмешалась и составила одну из сторон этого котла. Это действительно так? Да, это абсолютно так. Что бы ни говорили и как бы не признавали этот факт руководства Российской Федерации, но совершенно очевидно, что на территории нашего государства как минимум 6 батальонных тактических групп воюют в полном вооружении, с полной координацией и под абсолютно очевидным военным руководством со стороны Российской Федерации. И те военнослужащие Российской Федерации, которые там заблудились на территории Украины, ну это совершенно такой нелепый, знаете там, в это просто поверить нельзя, чтобы военнослужащий при наличии нынешнего наградационного оборудования, я знаю, что это такое, при наличии компаса на сумке, вдруг, так сказать, ошибся и на 100 километров оказался на территории другого государства. Это понятно. Но вы знаете, вот я из армии уволился более 40 лет назад, я могу считать себя абсолютно гражданским человеком, но даже помня свой опыт службы в армии, я могу сказать, что непонятно, как может действовать, как единый организм, армия, собранная из призывников 20-летних, хоть и обученных там в течение месяца другого, я говорю о российской армии, из батальонов, из кавказцев, которые призваны и поступили туда же, но это вчерашние как бы этнические, культурные, военные враги Российской Федерации, никуда они от этого не делались. И, наконец, весь этот сброд, который называют ДНР и ЛНР, вся эта самодеятельность, все эти люди как бы с миру по нитке, как эти три совершенно разных группы людей между собой могут взаимодействовать, учитывая то, что поперек этого раздела существует еще и раздел на специализации, на связь, на родов войск и так далее. У них хватает деструктивных элементов, и они как-то их превосходят, или это просто информация, которая до нас не доходит? Ильинич, я думаю, что вы просто не обладаете полной информацией касаемо качества, прежде всего, войск Российской Федерации. Могу вам сразу сказать, что те войска, которые, те батальоны тактические группы, которые сегодня применяются на территории нашего государства, это абсолютно подготовленные, тренированные и обученные воинские подразделения. Они не собирались прямо перед водом. Которые прошли уже через боевые и военные точки. Да, это воинские подразделения, которые преимущественно состоят из контрактников, то есть не солдат-призывников, которые там месяц прошли подготовку, это контрактники, профессиональные военные, которые принимали участие в конфликте на Кавказе. У нас, прошу прощения, немножко время уже заканчивается. Я хотел бы спросить, вот те люди, которые сейчас переживают трагедию этой войны, как свою собственную, они имеют какие-то основания для оптимизма? Если есть, то я бы хотел, чтобы вы рассказали. Приняты ли какие-то принципиальные решения? Есть какие-то серьезные перспективные изменения в кадровой политике и так далее? Ну, я абсолютно убежден, что руководство делает кадровые изменения. Я абсолютно убежден, что идет серьезный анализ и оценка обстановки, и делаются серьезные выводы. Я общался с министром ОВД буквально два дня назад, и знаю, что вот эта боль и вот эта оценка через себя, она проходит сейчас во всех структурах. Я думаю и практически уверен, что эти изменения приведут к новому качеству, и абсолютно уверен, что Украина победит. Спасибо большое. Я хочу, чтобы ваши слова имели подкрепление не только на уровне пожелания, но и на уровне реального материального оплачения. Спасибо большое за то, что пришли к нам. Спасибо. Спасибо, дорогие телезрители. Мы победим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.